В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Ожидаемо без потрясений. Свои итоги года подвел политолог Юрий Мастяев. Город шахтерской доблести. В Скопине установили памятник героям-горнякам советского прошлого. Время зимних чудес. Как правильно украсить новогоднюю елку 2022 года, чтобы праздник стал по-настоящему незабываемым. Конец декабря. Время всяческих рейтингов и подведения итогов. В политике Рязанской области в этом году было сразу несколько событий. Так или иначе повлиявших на позицию основных игроков. Политолог Юрий Мастяев определил топ-события года в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Топ-1 политических событий уходящего года отставкой вице-губернатора Игоря Грекова. Так считает рязанский политолог Юрий Мастяев. По его словам, полускандальный уход Грекова для губернатора стал больше позитивным сигналом к усилению собственного влияния. Вопрос состоял о том, что он играл очень серьезную роль, имел серьезное влияние здесь и на администрацию области, и на городскую администрацию. И, соответственно, его отставка, она, на мой взгляд, должна была укрепить позицию действующего губернатора в плане концентрации больше власти в своих руках. И, соответственно, уменьшение влияния так называемых ростовских в Рязани и области. Итоги выборов в Госдуму по Рязанской области, как считает Юрий Мастяев, никаких сенсаций не преподнесли. Несмотря на 48-процентную явку, по мнению политолога, в регионе уже есть некая усталость от выборов в целом. За небольшую неожиданность можно посчитать разве что потерю мандата Жириновцем Олегом Шириным. Впрочем, это как раз логично. Эти выборы, ну, скажем так, ЛДПР, на мой взгляд, провалило. Потому что значительно ослабило свои позиции. То есть, если она там шла, соревнуясь с КПРФ за второе-третье место, то тут, например, явные отступления. Поэтому даже и здесь он бы навряд ли мог что-то много сделать. Ну, конечно, это неприятно. Но, с другой стороны, я считаю, что нам удалось сохранить Макарова как представителя региональной группы. В том числе, куда вошла, по-моему, Рязанская область, Нижегородская и, по-моему, Чувашия. И, соответственно, если вы посмотрите, то в прошлый созыв, думаю, он очень много сделал лоббиры интереса Рязанской области. И он мог реально влиять на финансовые потоки. А вот влияние скандалов на политическую жизнь региона Юрий Мастяев считает слишком преувеличенным. Тот же самый эпизод с увольнением Михаила Семенова, по его мнению, просто не успел обрасти резонансом. Что он, условно говоря, здесь не получил влияния, не получил там групп поддержек серьезных. Там, думаю, опять же, на мой взгляд, не успел начать влиять на расклад политических сил. Хотя, тоже я бы так не стал это дело скидывать, потому что оно не закончилось. Следующий год для Рязани снова выборный. Заканчивается губернаторский срок Николая Любимова. О своем участии в компании он пока не сообщал. Шире и детальней о рязанской политике смотрите в программе «Городские встречи» уже в самое ближайшее время. Максим Васильев, телекомпания «Город». Больше тысячи раз пришли на помощь людям в уходящем году сотрудники Росгвардии. Спасение у утопающих, поиски детей и другие их подвиги посчитал Валерий Седов. Когда все это начало гореть, то я понял, что если бы не вот эти мальчишки, их вмешательство, реально сгорело бы, ну, два дачных поселка точно. Это интервью записано еще летом в одном из уголков России. Слова благодарности сегодня звучат практически из каждого города. Вот сотрудник Росгвардии, не думая ни секунды, бросился спасать утопающую. Вот тужить пожар. О каждой истории ее герои рассказывают нехотя, словно стесняются своего подвига. Сами они себя героями не считают. Говорят, что так поступил бы каждый. Спасибо большое, Росгвардийцы, за оперативную работу и за то, что нашли мою дочку и привели ее ко мне. Смотрю в масках, в форме, откуда бы они появились, не знаю. Если бы не парни, я бы осталась без дома. Больше тысячи случаев помощи, 30 событий из разных регионов страны. Здесь и поиск пропавших детей, спасение имущества и домов россиян от огня, помощь в тушении пожаров. И самая лучшая награда для них, признаются сотрудники, это слова благодарности от людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Скопине установили памятник шахтерам. Этот город в советское время был важной составляющей подмосковного угольного бассейна. Реализация проекта удалась с помощью программы поддержки местных инициатив. Скопинка, город шахтерской славы, выбран вовсе не случайно. Именно здесь добывали рекордные объемы угля в довоенные 30-е и 40-е. На заработки сюда приезжали целыми семьями, не только из соседних деревень. Потомки шахтеров и возвели памят-мемориал. Чугунный шар, в разрезе которого горняки штурмуют за бой. По мнению горожан, проект получился всенародным. Он объединил все поколения скопинцев. На возведение памятника потратили 2 миллиона 370 тысяч рублей. Благодаря региональной программе местных инициатив мы все это реализовали. Но если бы не было такой инициативного группы жителей и желаний жителей, конечно, наверное, эта мечта, наверное, бы не осуществилась. Но тем не менее, совместными усилиями мы это сделали. И я уверен, что это место станет одним из любимых мест и наших горожан, и наших гостей. Скопинский сквер шахтеров – одно из самых популярных в народе мест отдыха. В вечернее время в нем можно встретить молодежь, а также старшее поколение, отдыхающие на лавочках. Кстати, эскиз и памятник – местная разработка. С 13-14 века уже в районе Секирина люди добывали этот камень. Черный камень так называется. А что стоило вот этот военный период, когда действительно в центре России был источник снабжения энергии. Каширская грязь, которая работала на этом. Поэтому все оно сошлось сегодня. И слава богу, что именно основа, что восковный бассейн – это все-таки Скопин. От идеи до реализации прошло 6 лет. Фигуры на памятнике отражают разные этапы развития отрасли. Завершается композиция современной техникой, которой шахтеры и добывают черное золото. Также на территории сквера расположены информационные баннеры, которые помогут Скопинцам и гостям города лучше узнать и сохранить свое прошлое. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала Верда ТВ. Все мы родом из детства и в преддверии праздника ждем чего-то особенного. Скоро время зимних чудес, когда мы отпустим заботы. А пока предлагаю вдохновиться идеями украшения новогодней елки 2022 года, чтобы сделать самый главный праздник года по-настоящему незабываемым. Наступающий год, согласно восточному календарю, год голубого или черного водяного тигра. Что мы знаем о тигре? Это сильный, мощный хищник, при этом тихий и грациозный. Водоперемены в наступающем году могут подкрасться незаметно. Тигр, по поверьям, он удачлив, он всегда достигает своих целей. Поэтому в этом году открываются новые возможности для достижения чего-либо. То, что три двойки, двойка – это вообще число противостояния. То есть год может быть конфликтный, с выяснением отношений, с яркими какими-то там претензиями друг к другу. И тем не менее, на всем на этом могут рождаться очень хорошие союзы. То есть вообще этот год крайне удачен для создания семьи, для заключения брака, для того, чтобы, скажем так, завести детей. Вот этот год крайне удачен. Для привлечения благополучия и удачи встречать в заветную ночь символ года стоит, выбирая природные оттенки. Полоски тигриные – пожалуйста. А, например, вот там змеиный принт, зебры, на которых как раз охотятся тигры. Вот этого нельзя надевать, не стоит. Плюс, опять же, то, что сейчас Венера в Козероге требуется сдержанности, элегантности, такой как бы вот минимализма некого в украшательстве. Были приятные ткани, приятная расцветка, чтобы все радовало, чтобы вот, называется, ничего не стесняло движений. То есть, как бы вот как тигр чувствует себя, естественно, в среде, вот точно так и так же человек должен себя чувствовать в эту новогоднюю ночь. Оливковый, песочный, бежевый, оранжевый, черный, синий и голубой. Тех же тенденций придерживаемся, украшая дом. В мире новогодней моды сегодня огромный выбор украшений, которые подойдут к любому интерьеру и могут создать желаемую атмосферу. Традиционно, вообще раньше, допустим, ну что у людей было, тем и украшали яблоки, орехи, шишки. То есть, это такое, знаете, как праздник урожая, можно сказать. Без шишек вообще невозможно, мне кажется, представить новогоднюю композицию. Пёрышки – это что-то такое, знаете, как ассоциация, это что-то такое лёгкое, такое вот воздушное, да, вот вы дунули, и как снежок они полетели. Новый год вообще это такой праздник, когда можно использовать вообще совершенно любые декоративные элементы. Всё, всё, мне кажется, всё можно использовать. Если снегом присыпать, вообще можно. Вообще всё будет подходить. Нарядить сильную ёлку или выразить что-то своё глубоко личное сейчас может каждый. Используем палочки корицы, высушенные апельсины, свечи и традиционные стеклянные ёлочные игрушки. Цвета вот в этом венке, цвета традиционные. Красный, зелёный, золотой. Это, ну, мне кажется, самое нарядное новогоднее такое украшение. Вот. Ну, очень красиво смотрится, например, зелёный с белым. Год голубого тигра, да, в этом году. Ну, как пишут везде, где-то писали, где-то чёрного тигра. Ну, неважно. В общем, сейчас вот очень многие берут покупатели игрушки в голубом цвете, в чёрном цвете, в сочетании этих цветов. То есть, что-то похожее на воду, то есть, чтобы такое, да, вот шары водяные в этом году у нас очень хорошо тоже покупают. Вот. Ну, как-то вот хочется вот людям, видимо, ну, какой-то символизм вот этот вот, чтобы присутствовал. Подбирая игрушки, руководствоваться можно восточным календарём или поддержать интерьер в доме. Монохромные ели в розовых или бирюзовых тонах, золотистые или синие. При подготовке к самому волшебному празднику фантазии и чувству прекрасного есть где разгуляться. Помимо основного атрибута праздника, атмосферу создают гирлянды и венки. И если 10-15 лет назад под потолок и на окна принято было вешать мишуру и дождик, то сейчас всё чаще люди выбирают живые хвойные композиции. В композиции собираются все из живой такой ёлочки, пихта датская, ну, белис. Она имеет чудесный аромат, она не сыпется, как наша ёлочка из леса или сосна. При хорошем уходе можно её аккуратно в коробочку убрать в тёмное место, и она постоит до следующего года даже. Учитывая, что символ года – тигр, рекомендуется поставить на стол побольше мясных блюд и встретить Новый год и Рождество с верой в чудеса. Марина Романюк, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Праздничный новогодний стол для россиян – это что-то традиционное и одновременно изысканное. По традиции он переполнен различными блюдами и закусками, в которые часто входят различные виды рыбы и икра. Красная икра – ценнейший деликатес, который привлекает не только своим вкусом, но и пользой. Попробовать её можно на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». Если понравится – приобрести. На ярмарке представлена натуральная лососевая икра. Деликатес свежий и доставлен в Рязань прямо с Камчатки. Продавцы уверяют – в состав входят только икра и соль. И дают рекомендации по подаче деликатеса к столу. Икра должна быть холодной. Она прекрасно сочетается со сливочным маслом, авокадо, свежими огурцами, как в бутербродах, так и при подаче тарталеток. Рязанцы спешат на эту выставку ещё и за потрясающе свежей рыбой, которая, по их словам, так и тает во рту. Особенно они отмечают белорыбицу. Нежная, ну, я не сказала же, сочная, сочная – это красная рыба. А это просто нежная, ну, понравилась нам больше белорыбице. А так мы ей брали, и вот эти чавычу брали, ну, тоже вкусная. Ну, это раз решили белорыбицу взять к долгоднему столу. Белорыбица, чавыча, омуль, палтус, тунец, зубатка – все эти деликатесы по-своему неповторимы. В то же время их объединяет одно – мясо рыбы очень питательно, полезно и одновременно диетическое. Учёными установлено, что рыба благотворно влияет на дыхательную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы организма. А содержание кислот омега-3 положительно сказывается на внешности любителей рыбки. Белорыбицу купил. Очень вкусно, я уже пробовал. Ещё всё до Нового года съедим. На днях стало известно, что выставка продажа продлится до 31 декабря включительно. Поэтому многие рязанцы решили заглянуть сюда в последние дни перед Новым годом, чтобы подать на стол самые свежие закуски. Как говорится, с пылу, с жару. И даже те, кто приедет на ярмарку 31 декабря, точно уйдёт с хорошим уловом. Камчатской рыбке хватит всем. Выставка продажа расположена около центрального входа в торговый центр «Премьер» и ждёт всех рязанцев и гостей города. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас всё. Ещё больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. С наступающим Новым годом. До свидания. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чамыча, красная икра, белорыбеца. Торопитесь. Только до 31 декабря. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова